Субтитры сделал DimaTorzok Часто проигрывает Из-за чего? Из-за того, что Фланг правый Если по карте смотреть Там где дирижабль Это считается фланг для тяжелых танков Он чаще всего с верхней стороны И проигрывается Почему? Потому что там есть речка Есть прострелы с центра И тяжики пока едут До дирижабля Они уже получают урон И пока они едут Они уже какие-то покоцанные доезжают А потом еще им надо сражаться с теми Кто там с вражеской стороны приехал Из тяжей А они уже не очень И по большому счету Это как-то неправильно Когда один респ простреливается На подъезде к позиции А другой респ нет Это вообще как-то не очень Но карта не меняется по геймплею А зачем? Немножко конечно ее там доработали Добавили две позиции для ПТ Но одна позиция почти никогда не используется Очень зря Поскольку она дает Хоть какое-то преимущество На фланге для тяжелых танков Которого так сильно не хватало Для верхнего респа Поскольку тяжики уже приезжают не очень Но вражеские тяжи Не простреливаются практически вообще На подъезде То есть нижний респ Едет на правый фланг К дирижаблю на тяжелых танках И его там просадить На подъезде Негде А вот наш респ Все время просаживается на подъезде По хп И Есть только один вариант Просадить вражеских тяжей по хп Это уже когда они приехали И Можно это сделать Из позиции В Б9 Это очень простая позиция Использовать ее очень легко Ты тупо приезжаешь Валишь дерево Да в принципе становишься Дезиди где угодно Впереди вас прикрывают деревья И в принципе вас Не засветят Вас здесь не засветят Деревья вас прикроют Все будет отлично Использовать эту позицию Крайне легко Но здесь почти никогда Не бывает союзников И никто не прикрывает Союзных тяжей Которые и так еле доползли туда А им еще сражаться нужно Так вот Я приехал И в принципе помогаю Своим тяжелым танкам Поскольку наша команда Не поехала Вообще никак Играть замок Вообще По большому счету Верхний респ Верхняя сторона Выиграют Чаще всего Только При одном раскладе Если мы поехали Активно Играть Замок И в этом замке Мы не просто Отыгрываем А активно Там все Занимаем Продавливаем И доезжаем До К1 Из К1 Мы должны Убивать центр И таким образом Мы отожмем Большую часть карты И в таком случае Когда у нас будет Левая часть карты Вся наша Мы начнем выигрывать В остальных случаях Мы все время Зажаты В углу Не можем никуда выехать У нас мало позиций У нас мало пространства Для маневра Нас зажимают А если есть еще и арта То все время поливают Грязью С неба Таким образом Получается Что мы просто Всегда проигруем И всегда в свету Умираем Все Вот такая Замечательная карта Которая Такое ощущение Что создана Только для одной стороны А для другой стороны Ну только проигрывать Больше ничего не остается В принципе В этом бою Мы тоже Проиграем Но проиграем Не просто так А хотя бы Дали бой Поскольку Частенько получается Проиграть И вообще Ничего не сделать Не поучаствовать В бою Вообще Никак Конечно Я типа На СТ Играю Я должен Где-то Сдохнуть На первой минуте Как и Как и ЛТ Если я не сдох То Любой Алихан Думает Что я не реализовал Свой танк Поскольку Если у вас Значечек Среднего танка Или Значечек ЛТ Вы должны Там где-то Сдохнуть Просто въехать В кучу врагов На первой минуте И чем раньше Я сдохну Тем Типа я Более крутой СТ Вот Или ЛТ Вот А если я Стою Не понимаю Вообще Принципе По тактике Куда бы я мог Заехать Активно Стою Тупо Вливаю Единственный Урон Который Вообще Вливает Моя команда Убиваю Врагов То Это неправильно То есть Игра не про урон Игра про Быстрое въезжание Куда попало Без тактики Без мозга Без ничего Вот это Наверное Самое Глубокое Заблуждение Большинства Танкистов Они вообще Играют Как будто бы Не про урон Не про убивание Врагов А про поездку Куда нибудь Побыстрее И где глубже Там лучше Вообще Непонятно Во что Они играют О чем Они думают Ну И Вот я вам По своему опыту Скажу что Можно и на СТшке По кемперить Это конечно Не часто Получается Настолько Эффективно Чтобы Было Хорошо Но В этом бою Я довольно таки Неплохо По кемперил На три косаря И Это неплохо С одной точки Натыкать 3000 урона Но опять же Это все Произошло Почему Не потому что Я люблю сидеть В кусту А потому что Ехать некуда В замок Ехать нельзя было Я там был бы Один Меня бы Убили С центра В бочину И спереди Бо меня Поддавили На центре Стоять тоже Нет смысла Потому что Он простреливается Со всей карты А в принципе Больше и негде Стоять Если бы я стоял Где нибудь В другом месте Было бы меньше Вариантов Для стрельбы Поэтому я стоял В том месте Где я бы Больше всего Стрелял И В принципе Чего-то пострелял Теперь будет Уже Завершает Еще такая Фаза боя Буду просто Доигрывать Враги уже Просто поехали Вперед Счет кажется Что равный Но на самом деле Мы очень жестко Проигрываем У нас тяжики Там шотные Они поумирают И в принципе Мы оставимся Зажаты В одном углу В принципе Как обычно На этом Респе и происходит Вот такая вот Беда С этим респом Но Я не понимаю Почему ПТшки Не используют Вот эту вот Позицию Которую использовал я Допустим Там Конвой Кажется На центре У нас стоял Да Он сдох Вот он Если бы стоял Мне кажется Здесь Он бы накидал Жестко С его топушкой Но он решил Просто на базе Там постоять Я не знаю Сколько он там Настрелял После боя Но я что-то Сомневаюсь Что он что-то Настрелял Скорее всего Просто там Засветился И сдох Вот такая Вот Замечательная Карта Я ее Не люблю Потому что Один респ Очень часто Проигрывает Да у нас еще В начале боя Два фкшника Было Ну типа Вообще Кайф Мало того Что респ Сложный Еще и Два фкшника Причем Одна из них Это Е3 Десятка Тупо Замечательная Ну и сейчас Меня накажет Арта Всего лишь На тысячу Ну а что Тысяча Ну Саппортнул Чуть-чуть Человек Кнопочку Случайно Нажал Чуть-чуть Там Зацепило Слеганца Чтобы Легче Мне тащилось Чтобы я еще 5000 урона Настрелял Арточка Мне на тысячу Решила Кидануть Все правильно Все нормально Ничего Такого Саппортнул Слеганца Бывает Такое Случается Дырочку Малюсенькую Дырочку Нарисовали На корме Сбоку Пусть будет Без нее Плохо С ней Хорошо Вот так Вот В принципе Все Конец боя 5000 Дамеджа Настреляно Бой был Уже Ну почти Почти Вытащен Как типа Равный Но Не судьба Не судьба Кстати Честно говоря Я не помню Вы выиграли Или порогали В конце А вспомнил Точно проиграли Там в конце Гриль Въехал В никуда И сдох Тут кстати Можно было еще Вытащить Бой был равный Мне кажется Я его Практически Вытащил Для того Чтобы Дальше Можно было выиграть Но Союзники Короче Ну старались Максимально Мало того Что два АФК Так еще Тех кто не АФК Они потом В конце Просто въезжали В перекрестные В открытое поле И умирали С вами был Варчик И играть красиво Пока